Ванильные булочки с кремом Всем добрый день! Сейчас я буду готовить ванильные булочки с кремом. Невероятно вкусные, нежные. Для приготовления этого теста сейчас мы сначала смешаем все сухие ингредиенты. Мука должна быть просеянная. Муку я пересыпаю в чашу миксера. Муку высыпаю не всю. Добавляю сухие дрожжи, разрыхлитель, соль и сахар. Дрожжи должны быть обязательно свежими. Если вы не знаете, какие у вас дрожжи, добавьте туда грамм 50 тёплого молока и щепотку сахара. Размешайте и пусть они немного постоят, чтобы они поднялись шапочкой. И затем будете добавлять в тесто. Сейчас перемешаем все сухие ингредиенты. Добавляю ванилин. Ванилин сразу добавьте с сухими ингредиентами. Добавляю тёплое молоко. И яйцо. Тесто у нас размешалось. Сейчас я добавляю сюда растительное масло и буду добавлять оставшуюся муку. Тесто накрываем плёнкой. Чашу с тестом я отправляю в духовку с включенной лампочкой. И будем ожидать, пока тесто поднимется в 2-2,5 раза. Сейчас я приготовлю очень вкусный ванильный крем для булочек. Я молоко выливаю в сотейник. Оставляю молока грамм 50. И молоко ставлю на плиту. Сейчас мы смешаем все сухие ингредиенты. Сахар, мука, крахмал, немного соли, ванилин. Соединяем венчиком, хорошо перемешиваем. Два желтка я добавляю в молоко. Молочно-желтковую смесь я добавляю в муку. Закипевшее молоко я тонкой струйкой вливаю в смесь. Переливаю обратно в сотейник. И ставлю на плиту. Огонь сделайте самый минимальный. Крем начинает у нас густеть. Добавила сюда кусочек сливочного масла. И завариваем крем. Если крем быстро заваривается, вы его приподнимаете с огня, чтобы он ни в коем случае у нас не подгорел. И на весу продолжайте его мешать. Я отключила плиту. Крем готов. Вот такая получилась очень нежная консистенция. И оставляем крем до полного охлаждения. Тесто у меня за полтора часа. Посмотрите, как подошло. Коврик немного сбрызну растительным маслом. Тесто сворачиваем в шар и начинаем его делить. Накрываем пленкой, чтобы оно у нас не подсыхало. Рабочий стол немного смажем растительным маслом, чтобы не добавлять муку. Раскатаем тесто. Толщина должна быть приблизительно 1 или 1,5 мм. Очень тонко. Добавляем в центр столовую ложку приготовленного крема. Когда мы соединили все края, здесь мы немного придавим тесто и провернем его немного в пол оборота. И теперь мы тесто раскрываем обратно. Тесто я обрезаю ножницами. Вот такая булочка получилась. И я ее выкладываю в форму для выпечки. Булочки накрываем пленкой и оставим их на столе минут на 15-20, чтобы они немного подошли. Сейчас нам булочки нужно смазать. У меня здесь желток 1 яйца и 2 столовые ложки молока. И оставляем на столе на некоторое время, может быть минут на 15, пока у нас молоко с яйцом впитаются в тесто. Тогда поджаренная корочка будет более равномерная на булочках. Булочки готовы. Я сейчас слегка промажу их сливочным маслом, чтобы они стали мягкими. Накроем полотенцем и оставим их постоять минут на 15-20. Булочки остыли. И сейчас мы с вами разрежем, и я вам покажу, какая она замечательная булочка внутри. Вот такая нежная, очень мягкая и ароматная булочка получилась. Готовьте с удовольствием и до новых вкусных рецептов!